Меня часто спрашивают, с какой песней лучше начать учиться играть на гитаре? Я почти всегда советую очень простую песню. На самом деле, самую простую песню. Реально, ровно два аккорда в куплете и в припеве абсолютно одинаковые. Да еще и мелодии почти все время на одной ноте. Вы ведь такого не бывает? Давайте посмотрим. Это реально самая простая песня. Если вы знаете хоть одну более-менее известную песню, которая проще, чем эта, напишите в комментариях. Привет, я WG и вы на моем канале. Если вы любите музыку, то ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно звоните в колл. В этом году исполняется ровно 30 лет альбома, который полностью изменил историю рок-музыки. Он буквально поделил всю историю рок-музыки на до и после него. Для кого-то это было счастье и бешеный успех, для кого-то это трагедия всей жизни. Огромное количество профессиональных и успешных музыкантов оказались в мгновение ока какими-то динозаврами от музыки. Они оказались людьми вне своей эпохи. Продавцами бесполезных пейджеров черно-белых в эпоху цветных смартфонов. Конечно же, речь идет об альбоме Nevermind группы Nirvana. Он вышел 24 сентября 1991 года и полностью изменил правила игры. Самые известные песни с него Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom. Мгновения стали супер-хитами. Альбом Nevermind сделал глубочайший андеграунд из города Сиэтл, не самого веселого города Соединенных Штатов, настоящим мейнстримом. На радион-телевидении стал изучать музыка так называемой большой четверки гранжа. Помимо Nirvana, это группы Soundgarden, Alice in Chains и Pearl Jam. Неважно, как вы относитесь к творчеству группы Nirvana, и неважно, кем вы считаете Курта Кобейна. Вы можете считать его гением-самородком. Или можете считать его лишь марионеткой в руках таких мастодонтов, как крутейший продюсер Буч Виг и Энди Уоллес. Они взяли грязный гранжевый звук, помыли его, причесали. И сделали из него супер-конфетку, которая покорила весь мир. Альбом Nevermind подвинул с первой строчки блуборда не кого-нибудь там, а короля поп-музыки Майкла Джексона с его альбомом Dangerous. Это реально было очень круто. Nevermind остается одним из самых влиятельных альбомов рок-музыки за последние 30 лет. Разучив одну из песен, я предлагаю вам прикоснуться к этому альбому, почувствовать его простоту и невероятную мощь. Песня самая простая, и не только с этого альбома, вообще самая простая. Something In The Way, это последний трек с этого альбома. Интересно узнать, что песня Something In The Way не должна была быть последней. Последней должна была быть Endless Nameless. Это такой мусорный трек из всякого трэша, гитарного, криков, воплей и прочего бреда. Ломания гитар. Не представляю себе человека, который слушает этот трек на репите. То ли по ошибке, то ли по злому умыслу продюсеров. Something In The Way оказалась последней песней. На одном треке с ним через 10 минут тишины появлялся этот скрытый трек Endless Nameless, который мало кто слушал, честно говоря. Something In The Way, что-то на пути, что-то вдалеке. Сейчас, зная, как сложилась история Нирваны, как сложилась судьба Курта Кобейна, сложно не увидеть в этом какое-то пророчество, какое-то предзнаменование. Действительно, как только вышел этот альбом, мировая слава, куча денег, престижные премии, концерты. Все это свалилось на простого деревенского паренька, которому не было еще и 25. Его ждала очень насыщенная пара лет, самых интенсивных в его жизни. Something In The Way. Всего через 2,5 года после выхода этой песни Курт, находясь под воздействием наркотических средств, свел счеты с жизнью, оставив своих фанатов по всему миру без вразумительного ответа, зачем он это сделал и что вообще все это значит. Ну а мы давайте вернемся в Sound City Studios в Полифорнию, где Курт, который всего этого еще не знает, не ведает, просто бренчит на своей старенькой 12-й струнке, на которой оказалось почему-то только 5 струн и все из ней лона. Отдельно нужно сказать про строй этой песни. Она написана в так называемом строе Drop D. Этот строй очень сильно был популяризирован как раз в музыке гранжа. Для этого нужно шестую струну опустить на тон ниже, чтобы получилась ре. Предполагалось, что гитару он настроит ре, ля, ре, соль, си, ми. Но поскольку Курт не настроил гитару, то получилось что-то среднее между до и до диезом, соль и соль диезом и так далее. Соответственно, тональность этой песни тоже получилась очень интересная. Вместо планировавшейся то ли фа минора, то ли фа диез минора, получился эдакий ща бемоль минор. Специально для этого видео я настроил гитару ровно так, как это сделал Курт. Поэтому я сразу же прошу прощения у тех, кто обладает абсолютным слухом и для кого звуки между нот называют какой-то дискомфорт. Сорян. Как я и обещал, нам потребуется ровно два аккорда. Четвертая, пятая и шестая струны на четвертом ладу. И второй аккорд, эти же струны открыты. Две сложности. Нужно будет остатком указательного пальца глушить оставшиеся струны, чтобы они не звучали. И когда Курт зажимает второй аккорд на открытых струнах, то он то ли случайно, то ли специально касается еще третьей струны. Получается аккорд с задержанием. Бой очень простой. Вниз, 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 вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Все вместе получается следующим образом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Если занимаясь по 10-15 минут в день, вы не сможете за неделю разучить эту песню, тогда гитара, наверное, действительно не ваш инструмент. Но я уверен, что вы сможете. Есть еще вариант, который мы можем сыграть эту песню в ми миноре, в стандартном строе. Ми, ля, ре, соль, си, ми. Нам нужны два аккорда. Е, эм. И аккорд С. Или до мажор. Бой такой же. Вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Сложность в этой песне только одна. При зажатии аккорда С нужно придерживать шестую струну, чтобы она не звучала. Вот я ее придерживаю. Вот я ее не придерживаю. Вы слышите, что в басу звучит шестая струна, которая мешает. Если вам очень сложно придерживать эту струну, то можно в данном случае зажать аккорд С с басом соль. Это далеко не в каждой песне подходит, но в данном случае это подходит. Преимущество аккорда С в таком виде то, что можно играть по всем шести струнам, не думая, что вы зацепите какую-то лишнюю. Еще один важный момент. При зажатии аккорда Е, эм вам нужно убедиться, что вы зажимаете указательным пальцем пятую струну и средним пальцем четвертую. Вот так. А не вот так. При таком расположении вы можете перейти на аккорд С, сохранив средний палец на месте. Что у нас получается? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok